я сегодня хотел поговорить об языке что человек разумное создание а скотина называется бессловесная то есть она не может сказать ну вот мы щит я вижу почти как может кошка там даже мяукать у нее язык не так устроен и она не может произнести те слова но когда бог дает и ослица заговорила в житиях святых есть голуби разговаривают мало того деревья разговаривают так вот как переначивать люди слова или недопонимает или умышленно первое это беседа змея рептилии называется а по развитию это теперь знает самое развитие а тут в районе было бог сказал закрепи себе ни от какого дерева не ешь ешь а от этого не ешь смертью умрешь повторять все время а он подошел мне так будете как боги мало не обещают что ты будешь знать в этом тебе диплом ты там будешь психиатром ничего не говорю боги почему на это он посягал там еще не получилось так он поцилуэту вирус в людей сам как боги будете если бога будете считать лживыми бог сказал дьявол есть лжец и отец лжи нет это бог лжец эти люди которые я говорю они своего ничего не могут вот я что-то скажу выражение это человек хватает эту правду это ты такой то есть он делает то что делает змеи и он это даже не понимает бог сказал дьявол сразу переворачивать это на тебя бог и эти люди которые даже не понимают что чисто в дьявольском режиме работает мозг и что получилось умер и все мы стали мертвы дети мертвы ты тоже умрешь и баба умрет не будет другие люди если бог даст жизни а из-за чего я решил сегодня поговорить на эту тему вчера у меня с отцом акимом был разговор и уже не один они там решили менять котел где-то он прохудился внизу котел от которого обогревается храме ну проголела там или что-то ну как печка стоит наши здесь печки а тут обогреватель я плита где котел стоит с этим обогревателем не связаны никак надо ломать печку ломать я приеду тогда вы ставьте котел и независимо он нигде не связан трубы через него не проходят но я потом уже сделаю тем более когда труба расширяется и проходит через крышу это от пожара чтобы не было перегрева вы уже уроните или подпирать надо и вчера я поехал батюшке опять говорю вчера батюшка ты скажи чтобы они все-таки печку почему там протекает там уже и ну я приеду сделаю но при чем тут мы все сделаем сами и в конце он говорит уже мы этот разговор вели здесь несколько раз и на этом останавливать это да ладно ломать но почистите кирпич хотя бы чтобы я приехал начало потом то я же не сказал об этом как верху то это упадет и думаю все не надо трогать а как не трогать когда ты она стоит а труба на нем улучшили на а это там не один центр может быть кирпича что сделать я вчера 5 поехал батюшка неужели мы не знаем как ну вы не знаете мне жить как тебе жить мне жить там как ты там жить-то будешь приехал ночевал до уехал две недели один раз он оказывается все время говорит о своем у него котел то протекает в доме потеряет я говорю о городе а он понимает что это деревня здесь ему я говорю я говорю ты о чем говоришь и оба рассмеялись это вчера я позавчера я тебе говорил не трогать как ты на своем думал да я про твое не знал что ты меняешь котел то и как мы вчера разбазарились с ним я тогда мне говорите что это что я буду то твое там ты хозяин то вот тебе беда какая понимаешь ты тут еще не сказал что у тебя тоже котел прохуделся и мы родные два брата и не можем говорить о разном говорим то совсем и вчера только я узнал что он все эти дни говорил чтобы я ему здесь и не лез а я буду эту дали вес он не может понять что я говорю о том а я не знаю что он будет ремонтировать печку и это не просто так не просто поэтому нужно всегда договорить до конца а я поехал приехали говорит николай отказывается там котел варить или как-то где-то купать надо и а батюшкину вообще никогда разговора не было я тут понятно что он-то знал что там есть скажу так это сразу не поставить на нужные рельсы наши разговоры и вчера я нарушил все нормально там они поставят котел я приеду володя был жив это расправить все канала сделаем как надо котел соединяется с печкой что-то или отдельно печка отдельно отдельно уголь-то засыпаешь отдельно а дальше идет обогреватель который как у меня там обогреватель лишь его сильно обогреватель-то уголовская печка он отдельно совсем от плиты он не только там где-то в конце идет труба там кирпичи могут соединяться а потом на отдельно стоит отдельно давит отдельно пударит и поэтому вам нужно котел менять менять его этот обогреватель за не трогайте я приеду и сделаю все как надо это моя работа 40 лет пищи по стране делал вот как дело-то христос говорит разручьте храм все и я три дня возникну разрушьте вы разрушите меня они говорят он сказал я разрушил храм а потом построил слова-то христа как показывает совершенно неправильно он не говорил что я разрушу я разрушу это означает надо быть самоубийцей иуда разрушил свой храм храм это тело ваше мы придем с отцом небесным и дух святой у вас будет вы сделаете сместилищем духа святого это храм наш главный храм вот он где а когда люди не знают это они все туда летят к этому храму тут тоже недоговоренность разрушить храм хотел нет говорят пилаты допрашивают когда я не говорил это люди многие слышали еще не говорил а было такое что кто-то говорил разрушить храма я в три дня создал три дня когда его 40 лет строили 46 таблет и но очень не строили там ремонтировали все так и не было салам он строил не один год и этого не было никогда это было для них непонятно непонятно сказали бы непонятно вот язык дан человеку для того чтобы бога прославлять общаться друг с другом и чтобы понимали вот я часто бывают со своими где-то говорит но я сказала там этому игорю ну скажи какому игорю то этих игорит у нас четыре часа у кого положили все игорь и два даже игоря владимировича этих максимов у нас здесь не знаю максимов и сына тут не поймешь кто смеются потеряете был тут максим а владимиров у серафима сын владимир наш владимир через дом владимир маленькие 10 домов три владимир что это а потому что родители не называли по графику они не называли библейскими именами а владимир это языческое мы владимир и не знаем мы знаем василий когда он крещен был в честь языческого владимира князя кто называют а называют владимир это ни одного святого больше не было почему не называют бориса и глеба этих мы не знаем это языческие имена и языческие языческое семято да давид и роман я не спала понимаешь человек наконец впадает такое состояние когда спит играет я не сплю то есть все время сонное состояние и оговориться не надо это реально видно как все поплыла глупую все уже дёргаться я не спал а скажи как было ни одного приложения не восстановишь помни варе калёва на я не сплю а наташа скажет мама ты все время спала и поняла человек уже закаленный меня не трогай я не встречал ни одного старого обрядца у которого был бы юмор хотя бы одно слово даже у пророка или и самого строго такого ну такой суровый можно сказать пророк так я если от бога сожги его огонь и сгорели следующие 50 трупов лежит следующее приходит если я человек от бога сожги огонь нету опять сжёг и он когда свалом и жрицами там была история это и он говорит громче кричите может бог заснул вас где-то в дороге бог заснул или забыл не знает даже у или и пророка юмор был у старообрядцев никогда нет вот у нас были старообрядческие дети в лагере хорошие ребятишки отец такой вопреки баптист этих старообрядцев и они на вот с такими сидят там рома там один роман то второго они сидят на кривичке церкви на сказать на скамейке что можно сказать мы сидят отдыхают с ними ордова ногаева не ну никак освещать не считать как можно комментировать старообрядцев попала снимок как ненавидят старообрядцев старообрядческих детей даже храм не запускают даже не стопроцентно с присыпкой неправда это нормально это нормально и сказать это исправить нет почему отбросил от себя я не такой и лучше после это так уж нет и что сказала вам это малое счастье хорошо что все не знаешь а то бы разговаривать не стал у них нет юмора вообще я знаю где некоторые полнека с лишним никогда ни одно слово они не могут перевести в легкую форму чтобы можно было как-то сгладить это даже господь христос это неоднократно показывает как это смешно выглядит а это нет а почему среда и дальше они сами не могут до 4-х летнего возраста это все было все враги и еретики мы спасенные а можно ли молиться никак это самое главное ни с кем не молиться временная лесовка все на это что-то начинает лет богородица такое десять по десять на каждом все понятно щетки а могут длинуть не в жизнь никогда вот она лесовка и как пишет автор говорит что знает временно лесовка и судить друг другу больше ничего нет про прогресса никакой это не будет два года 360 лет за 360 лет ни одной картины не нарисовали за 360 лет ни одного музыкального произведения но это еще за 360 лет ни одного миссионера это еще нормально и притом дробятся непрерывно без поповцы а есть только две которые новозыпковская и белокремийское священство одинаковые книги все одинаковое вместе молиться нельзя даже священство есть все до буховки одинаково два перста молиться нельзя вот как и там у них приезжал нам сюда андрей матченко хороший батюшка и новозыпковский с белокремийский где-то он там белый стал своего запретили сразу ни с кем не сообщается самое главное ни с кем не молиться а что выпивают вместе гуляет это все можно как умер на разное кладбище у нас та же самая история здесь один перед смертью незадолго обратился и принял из дом никакой без поповский теперь хоронить а кладбище это два куда хоронить то его этого кузьму и не знают с этим кузьмой возились возились налево или направо его куда не ни одного миссионера за 360 лет а за 360 лет сколько сектанты проповеди сказали один я в пести сколько людей которые обратились к богу да они сектанты но они бога познали дальше бог будет разбираться с ними они изменили жизнь наркомана то другое здесь нет вся проповедь ты еретик переходи к нам язык разве для этого да ты проповедуя христе скажи и даже священник у нас занятия тут университете я увидел там на нижнем этаже у нас на щитнорском я зову его . заходи на знаете ни под каким видом никак я один раз по какие-то занятия попал мне занятия там как назвать после церкви где-то было как будто бы никогда не бреву как не держали и библия вообще придумали как-то библию до конца до считает сойдет с ума это старо-бряческая наработка а сейчас не перевели за 360 лет в евангелии еще не перевели а это нельзя считать двумя буквами и написано это не коня и перепортили то есть везде везде плохо у нас хорошо библии нету нету совсем раздавать евангелии нету а чего раздавать когда неправильно переведено ну ваши грамотные люди с высшим образованием бывают там какие-то звания там кандидаты может быть ну переведите нет никого нету и в это время еще себя показывает самыми лучшими знатоками а что знатоки фильм весь такой раскол 20 серий николай доста для режиссер и они там не как соваку хлешутся до смерти как аса и вааса ну хотя разберут откройте не разу которые там были у них советники кто помогал это все старообрядцы видимо на самом метрополита я спрашивал спин хороший очень ну хорошую очередь момента какой ну покажите где уже сидит в срубе готова его ржечь оба кубе детям пишет умер и все михалыч придите там съемки со смолой а могилу это сделали внутри храма налейте туда и они належат уже сидеть приговоренный ненависть в мире самое свирепое общество хоро знает но язык тогда мне для этого и они не отрицают да так было вот у них книга есть им написанная вакуум когда он сидел там подземелье видим самим написанное житие самому себе написал житие и говорит тебе надо что и папа призови но заранее во дворе выкопай яму и так колья сделать застри а а сверху так положи там щищу так сделай как будто идешь и когда поет он упадет и брюхо пропорит это главный учитель а ты бегай вокруг ах бальчика я не знал что ты у меня тут яма в уголе и это все в книге написано это не сегодня не вчера ну можно как-то от этого сказать да это неправильно да это у нас сохранилось вот это злобное отношение к другим нет этого к любой неправде при я никогда первый раз на сибирске услышал когда считаешь там 32 псалом конь ненадежен для спасения а по-славянски конь ложь во спасение то есть на лжи как на коне можно ехать в рай на лжи и поэтому ложь беспрестанно какой момент не возьмешь все ложь язык дан для правды язык да за каждое слово что скажет язык придется отвечать а вы думаете отвечать я думаю об этом и говорю говорю из практики из того что они говорили и какая непокоримость чтобы измериться нет вот приходят где-то они там они живут и сказали идут войска а для чего чтобы не привести к православной вере они закрываются 350 человек а вот заранее солома внутри все поджигает и все сгорают 350 самоубийц в другом месте 1300 они ничего не сжигают нет отойди эти воины кричат им там иначе сожжем они выходят дверь пытается выломать вытащить их оттуда они зажигают в огонь не подойдет все сгорели это не было ни в одной секте нигде не было только у старообрядцев самосожженство самоубийство или нет и ни одного замечания никогда не принимают а это не так ну явно видно что спит падает и все равно я не спал как ты спал а кто спал за тебя то что ты у нас слышишь они никогда не слышат и так научимся говорить правду единственная правду и ничего кроме правды не бабу не обманывай никого не обманывай слышишь меня ты молодец ну все на этом так